Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Наконец-то у нас случился настоящий дебют группы Baby Monster, новой группы женской от YG Entertainment. В этот раз музыкой занимаются не наш Тедди Пак, не 24, не вся честная братья, которая до этого писала музыку для Blackpink. Сейчас у Тедди Пака с товарищей свой Black Label, вот там они, собственно говоря, новую женскую группу и будут дебютировать. Так что, по идее, все вот то, что мы сейчас услышаем, должно быть максимально не похоже на Blackpink. Хочется в это верить. Из хороших вестей, во-первых, уже вышел, наверное, к моменту, когда я запишу, все-таки официально вышел, да, 1 апреля технически считается альбом. Тот самый первый мини, который считается настоящим дебютом, все остальное было при дебютке, который называется Baby Monster. Причем Т, буква здесь записана как семерка, потому что девчонок теперь семь. Ахен вернулась, слава богу, замечательно. На этот альбом обойдут, уже вошли, точнее, перезаписанные песни, которые до этого девчонки пели шестером. Про группу я уже рассказывал, так что повторяться не буду. Мы сейчас послушаем песню «Шиш». Очень смешное название, особенно для русского языка. «Шиш» — это несколько другое, что подразумевается там в английском, в корейском и так далее. Ладно, что ж, товарищи, скажу-хочу, скажу-хочу. Хочу сказать большое спасибо людям, которые поддерживают меня на Boosty. Шура, Антон Балютис, Илья Просин, Горщ, Евгений Ерин, Банни, Деннис, 111А и Фил. Что? Давайте послушаем. И хочется верить, восторгнемся. 3, 2, 1, поехали. Будем в восторге. Начали с пианино-миром. Ну, пока музыкальная часть меня радует. Это чуть-чуть самое начало, но тем не менее. Так. Разгон бодрый с синтами на фоне. Я им ничего не могу поделать. Чич, сказанное толким голосом звучит очень смешно. Музыка пока в стиле одной группы, вы ее знаете. Даже рэп-секции похожи, серьезно. Рэп-секция неплохая, даже весьма. Вот это конкретно. Опять-таки, при хору, самое динамичное место в песне. Мне интересно, зачем камера делает постоянно вот так, чтобы этот момент сделать более крутым. Он таким, к сожалению, не особо выглядит. Окей. Милый бридж. Это хороший вокальный момент был. Окей. Это рэп-сексами тоже симпатично. Она чем-то на даме из Dreamcatcher похожа. Окей. Максимально странно переходит, честно говоря. Ну, точнее, я не уверен в необходимости этого медленного трюка конца. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да вы издеваетесь, что ли, YG? Вы упороты, я не понимаю. Да, елой-палый, я не знаю. На чатике я мельком прочитал, я не стал себе, так сказать, спойлерить клипы. Я просто мельком увидел в чатике сообщение, что ждем реакции Михаила на финальную часть. И место проклятое. То есть вопросы теперь действительно скорее не к Тедди Паку, не к 24, RT, кто там еще был, которые копипастили себя, когда писали песню для дудилки. Это требует... Ну, либо они копипастили, и YG теперь просто продолжает эту традицию. Это, опять же, настолько песня по факту Blackpink, она могла быть 20-й частью дудилки. Вообще вот настолько легко, что просто дальше некуда. Здесь есть все элементы. Здесь такой относительно однообразный, не то чтобы сильно бодрый, с понижением, с легким темпой, скорее, накала припев, который там щищ, щищ, щищ само по себе смешно, ну да ладно. Здесь, опять же, динамичный разгон, хотя обычно у Blackpink все-таки разгоны поинтереснее музыкально. Здесь музыкально не такой он интересный. Тем не менее, это самая динамичная часть песни. Я было удивился, хотя бы порадовался тому, что здесь все-таки концовка, она странная. Вот этот медленный замедление, кусок, он не в кассу, на мой взгляд, да? Черт возьми, это не N-Mix, даже N-Mix это работало поначалу не всегда, на мой взгляд. Не очень понятно, зачем он здесь нужен. Но потом они опять раз и вырулили на типичную речевку Blackpink, когда они в конце. Бум-бум-бум-барабум, бум-бум-барабум, что-то такое. Я каждый раз этого ору, и теперь опять тоже проорал, вы видели, потому что, ну это, блин, уже не смешно, это не смешно. В IG вы умеете что-то другое писать? Вы умеете, блин? У вас новая группа. Девчонки, очевидно, прикольные. Тут они хорошо рэп читают, поют тоже хорошо. Местами опять их заставляли пищать. Это неправильно, на мой взгляд. Претензии к Exyn выглядят в этом смысле тогда не такими серьезными, просто потому что там маленькая группа, маленькое агентство, и там девчонки пищат. Вот здесь, здесь не так все, конечно, здесь по продакшену все гораздо лучше, по музыке, по визуалу и все такое прочее. Но тоже здесь некоторые слишком высоковаты. Может, мне показалось, второй раз я послушаю сейчас и как-то больше привыкну. Но, ёлы-палы, все один к одному. Вот структура Blackpink полностью выполнена, полностью. Местами даже рэп похож, ну серьезно. Ёлы-палы, в IG, вы вообще разучили что-то новое делать, да? Берете, девчонок, пишите какую-то относительно новую музыку. Ну серьезно, в SM есть некий свой стиль. Ну музыка совершенно разная, структура совершенно разная, да? Иногда что-то повторяется, ну блин, ну не постоянно у всех групп одно и то же. Вот серьезно. Если ты некоторую песню слушаешь, ты понимаешь, к примеру, что это музыка SM. Догадываешься, скажем так, да? Да, но сложно, можно никак, но не так легко, как здесь, найти две композиции, которые структурно повторяют друг друга. А здесь композиции уже штук шесть. Ну реально, я не знаю, их очень много. Ёлы-палы, как так-то? Давайте еще раз смотреть, слушать. Спасибо еще раз, опять же, моим людям на, людям, my people, моим подписчикам на Boosty, что они мне вот прям сразу ссылочку скинули. Я такой, о, все, этот клип вышел, потому что я был не уверен, выйдет он сегодня или завтра все-таки, да? Он достаточно поздно появился. Поэтому я записываю уже там 21-40 по времени. Я надеюсь, сегодня успею выложу. Быстенько смонтирую и выложу. Вот, спасибо им еще раз. Не забывайте, что Boosty.to, слышь судаков. Там можно подписаться и присоединиться к нашему замечательному чатику, где уже порядка 100 комментариев на тему этой песни. Все, все горячо обсуждают. Давайте еще раз. Здесь только клип, опять же, он визуально симпатичный, но, на мой взгляд, это, опять же, Blackpink на минималках. Начало меня, честно говоря, порадовало. Она не похожа была на Blackpink. Я такого, о, прикольно, что-то свое. Ну, либо я уже забыл некоторые вещи. Снято хорошо, освещение хорошее, это аккор хорошее. Ну, это просто... Я не могу. Это слишком смешно. Опять же, песня там в тексте «Я крутая». Посмотрите на меня, бога ради. Опять же. Пока мужиков не убивают, не засовывают, я доволен. Шучу, но вы поняли, о чем я говорю. В багажном машине типа того. Но вот это... Щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи. Такой, да, в интернете. Я только не так не понял, к чему он применяется. Но я его обычно слышал, когда я смотрел, господи, Асама Цусан. Аниме-сериал. Очень смешной, на самом деле. Нарисован в стиле старых анимешек. В общем, комичный. И там один товарищ говорил постоянно «щи-щи». Как-то вот странно так разворачивался, когда чем-то там был шокирован или недовольный, или еще что-то. Вот. И я поэтому звизги и щи-щи-щи-щи-щи воспринимать серьезно не могу. Причем, девчонки должны выглядеть круто. Но они при этом говорят «щи-щи-щи». Это неплохой момент, окей. Там, где полностью вырубили музыку. У них вообще рэплайн сильный достаточно. Я текст прочитал, он мне сильно осмысленно не показался. Но с другой стороны, 15% песен в кей-попе. В кей-попе, блин. В кей-попе. Они шуткин высокими голосами говорят «щи-щи». Ну так сурово, ножки топают. «щи-щи-щи». Представляете, вам кто-то рассказывает, какой он крутой, он такой «щи-щи-щи-щи». Ну, come on. Причем, девчонок, так называемый stage presence, да, он у них есть. Когда они читают рэп, они выглядят вполне себе внушительно. Они такие крутые, классные, клевые. Но, блин, припев «щи-щи-щи», он эту крутизну убивает напрочь. Я не понимаю, как кому-то могло прийти в голову, что спеть высоким голосом «щи-щи-щи» Это хорошая идея. Вот здесь высоковато, кричащие. Ну да ладно. Ну, серьезно, очень странный переход. Опять же, с такими восточными инструментами, опять же, которые любят. Блокпинг. Ну вот обязательно нужно было заканчивать на фактической клоне Блокпинг. То есть настолько очевидным делать этот момент, что дальше просто некуда. Ну, блин, нет. Я что-то от VG вообще уже перестал что-то интересного ждать. Я, разумеется, за девчонками буду следить. Вдруг все-таки кому-то из VG стукнет бошку, что, ну, не надо копировать Блокпинг. Ну, один в один. Спеши только не так, чтобы один в один. «щи-щи». Серьезно? Интересно теперь, что будет делать Тедди Пак в Black Label с этой новой группой, которую, собственно говоря, он создал, да, по слухам, всякие ранки. Там уже, по-моему, практически официальная информация и даже, по-моему, название где-то там сливалось. В общем, интересно, что там будет с музыкой. Это опять будет Блокпинг бесконечный или Дуделка, или что-то все-таки новое. Тедди Пак покажет, что на самом деле он вынужден был в IG делать одно и то же, потому что, к примеру, ему руководство говорил. И на самом-то деле он может сделать что-то другое, потому что Тедди Пак показывал, что он очень хороший композитор, и он может делать разные вещи. Просто вот он последние несколько лет застрял в одном и том же концепте. Не знаю. Напишите, что вы думаете. Только, пожалуйста, не пишите. Это вообще не похоже на Blackpink. Это, блин, очень похоже на Blackpink. И говорить, что не похоже, это значит просто закрывать глаза. Вам это может нравиться, может не нравиться. Благо ради. Если вам нравится, что оно похоже на Blackpink, вам кажется, что эта вещь, да, похожа, но она очень клевая, классная, замечательная. Она этот концепт берет, там, докручивает и делает прям офигенным. Хорошо, бога ради, тогда это как бы законное. Любое мнение законное. Вы понимаете, о чем я говорю. Но говорить, нет, это не похоже. Это вам кажется? Ну, нет, это очень похоже. Это очень похоже. Правда же? Лайк, подписка, комментарии. Бусти. Все такое прочее. Все. Спасибо еще раз людям, которые меня на Бусти поддерживают. Это вообще замечательный способ поддержать канал. Помимо лайка и подписки, есть еще busty.to. Всех благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok